Вечер в хату, пацаны! Сегодня я возвращаюсь в своё музыкальное шоу, которое я ещё делал на своём первом забаненном канале, суть которого в том, что популярные видеоблогеры угадывают мелодии, сыгранные на гитаре. Только в этот раз их будет играть гитарист из моей группы Royal Fame и моего сольного рэп-кор проекта. Так как Metalcore движ уже очень умер во всём мире, мне не особо выгодно заниматься подобным форматом. Так что прошу вас не скупиться на лайки. В этом выпуске участвуют два моих хороших Metalcore товарища и по совместительству два популярных блогера на русском сегменте Ютьюба. И даже несмотря на то, что один из них летсплейщик... Эд, стой! Где твой скейтборд? Они оба заслуживают уважения. Они всегда были рады поделиться со мной хорошим настроением при личной встрече, не взяв с меня ни копейки. Я за это благодарен и я это помню. Для тех, кто находится в поиске нежёсткой альт-кор музыки, группа Solar Night выпустила дебютный клип, отснятый в Москве, Юге России и Шанхае. Для всех тех любителей последнего альбома IC Stars Blizz The Fall ссылка в описании. Качество накрученного звука не проигрывает Западу. Привет, пандос! Привет всем местным! Человек единственный, который увлекается кор-музыкой и при этом почему-то фифер. Как так вообще вышло-то? Ну я сам вахаю, честно. Я до сих пор не могу осознать, как такое вообще сошлось. Какие тебе релизы в 2018 году из корщины понравились? Из корщины? Да, альбома. Прямо из вот жёсткой корщины? Ну, альтернативный металл. Из вот жёсткого альтернативного блэк металла мне больше всего понравились Брин Миза Хорайзен Амур. Нет, кроме шуток, кроме шуток мне очень понравился альбом. Я его гонял пару недель минимум. У меня есть любимые песни. Мне очень понравилось. Нигилист блюз в их числе. Нигилист блюз в первую очередь. Объясни мне. Я не знаю, когда я первый раз слышал песню, подумал, что она настолько кринжовая. Я... Это какой-то рейв-кор, блядь, или что... Клитл Биг буду скрестить. Ты начинаешь просекать. Ты знаешь, в каком стиле играет группа Раван? Да-да-да, я только об этом подумал. Рейв-кор, чувак. А знаешь, в чём самый прикол? В том, что альбом, который у нас выходит в начале марта, называется Амок. И мы это придумали года два назад. Тусонки вообще много, ребят, которые слушают корни? Фиферов? Да. Два человека. Это, которые с шофородством фитовали, да? Шофородством фиферы с шофородством фитовали? Да, ты что? Нет, это Чебураши ТВ, по-моему. У них же была, да, группа? А-а-а. Не-не, они уже из куру музыки ушли. То есть это... Помимо них ещё кто-то есть. Да-да, есть чувак такой, Моззи. Ты его вряд ли знаешь. И Димка фаворит. Ты их вряд ли знаешь, поэтому... Ладно, погнали. Первый трек. Стоп! Стоп! Стоп, мафака! Стоп, мафака! Что это за песня? Аскен Александрея. Файл эпизод. Да, это именно он. Ну, я просто решил начать с того, что полегче. Я понимаю, это проверочная. Разминочная. Типа, сознание или я? Ну, братан, ну это слишком просто. Ты меня что, за дебил вообще? Нет, я просто решил начать. Файл эпизод. Да, это был файл эпизод. Было бы странно, если бы я тебе тут, не знаю, что там сложно. Айс Найн Киллз подрубил. Слышал, кстати, Айс Найн Киллз, последний альбом? Нет, нет, нет. Бля, я в последний раз в поле ходила, что я вхлеваю. Эта группа выпустила концептуальный альбом, а каждая песня по мотивам какого-то хоррор фильма. Одна там на почве Фредди Крюгера, вторая на почве Пятница Тринация, третья на почве Пилы. Блядь, всем рекомендую, это лучший альбом 2018 года. Слушай, звучит неплохо, а ты мне скинь потом? Да, хорошо. Там музыка сама по себе интересная. Ну это не Tears Don't Fall. Нет, но это одна из то же самых популярных песен. Да я в курсе. В очень еще известной стритрейсерской игре была. Ну в Need for Speed, да, это я понимаю. Там причем какая-то странная версия была. Что-то там хэнг, нет? Да, да, да. Хэнг, хэнд оф блат. Именно она. Только в мосфатете какая-то обрезанная версия интро была на две строчки, я не понял, к чему там это было. Хэнд оф блат, да. Именно она. Хэнд оф блат? Плюс ума Валентель? Да, хэнд оф блат. Сука, блядь. У меня один вопрос, вот если ты типа, я понимаю, что это популярные песни, но вот ты, медийная личность, так или иначе пришел к тому, что ты что-то делаешь на камеру, ты говоришь, короче, имеешь диалог с аудиторией, это, некоторый. Как так вышло, что ты не занялся музыкой, при том, что ты ебашишь Guitar Hero, блядь, ебашишь на гитаре, но музыкой ты не занимаешься? Не, почему я, блядь, еще на гитарке там сижу. Ну типа, имею ввиду, что ты в бандах замечен не был или ты играл когда-то в группе? Ну так, я в молодости, когда был пидовкой и всяким таким увлекался на вокале, пел, на гитарке играл, ну, ни к чему ты не пришел, как видишь. Ну, блядь, еще с русскими дела, блядь, иметь еще и в музыке. У меня в группе четыре хохлаща. Красава, вообще классно устроился. Я думаю сразу, блядь, не на Самериан, блядь, а на Sony подпишемся. Не, ну типа, я не знаю, я не вижу этого смысла в России, ну типа, для себя играть столько, разве что. Нет. А я никогда не любил буллитов. Если честно, я тоже. Мне вот нравится пару песен типа Hand of Blood'а. Ну это прям такая классика, это год 2004, наверное. Да, 2005, но потом они с каждым альбомом все одно. Ну это тоже из раза в раз этот мускулинный металлкор, вплоть до последнего альбома, но там они... И поэтому я обожаю бринков. Вот те, кто пишут, что типа бринги скатились, вы либо вообще никогда не слушали группу Brin Me The Horizon, либо услышали ее один раз в 2009 и типа не слушали после. Бринги не скатились. Бринги, у них есть четкий вектор делать каждый альбом другим. И это абсолютное, вообще четкое продолжение исследования этому вектору. Следующая песня. Да, да, конечно, четкий вектор. И не учиться петь, это тоже некоторый вектор развития. Конечно, конечно. Отменять туры. Они бы не были брингами, если более запятны. Но это не Нейсэйр. Нет, это... Это с нового альбома. В каком-то смысле это все. Нейсэйр, каждый новый трек, каждый альбом. Да, да, хорош. Слова не мальчика, но мужа. Это с нового альбома. Да, это с нового альбома песня Doomsday. Ну, я бы угадал. Ну, ладно, я бы перебирал до угадал. Ну, ладно, достаточно того, что я... Да, это одна из песен с нового альбома, да. Да, Архитект. Doomsday. Бля, ты охуел. Ладно. Проблема всех песен, которые тебе играются, в том, что они, блядь, все британского происхождения, они все одного настроения, и поэтому ты их знаешь. Но было бы странно, если тебе играл, конечно, песни, которые ты не знаешь. Я, конечно, мог бы, блядь, заморозиться. Хуйню какую-нибудь там въебать, да? Да, там. Я просто до конца дослушаю. Брин, Миза Хорайзен, мантра. В курсе, что его на Украине снимали? Клип. Оли? А, клип? Да, да, да. Нет, не в курсе. Не в курсе. Они ради этого двинули туда? Да, по сути, почему, да. А что там? Что там, блядь? Я вроде смотрел клип, но он еще прям такой из разряда не понимал. Это только в Украине не увидел. Я тоже думаю, это, блядь, где угодно можно было снять, даже в своей стране, почему? Может, потому что, ну, блядь, нельзя... Блядь, приходят мысли, потому что там цену тупо ниже, но это же, блядь, брингис, сука, они где угодно в таком... Возможно... Сиди, копеечку там экономят, блядь. Знаешь, это вот как, типа, любят вот в Battlefield в Пятый вставить девочку, негритянку ради того, чтобы показать, что мы толерантны. Возможно, тут та же самая история. Ну вот ты можешь... А почему в Пайл 6 Липс сделали украинские субтитры? Непонятно. Просто модно. Модно сочувствовать... Короче, пятую песню будет угадать сложнее, потому что она единственная не британского происхождения, хоть и пытается ей казаться. Сука знает, полуфига, я вижу. Оставь мне все, как есть. Ну, это Аматери, которые, к сожалению, распались. Я... Они уже распались, думаешь? В общем, они услышат прекрасного вокала Славы. Ну, да, они... Ну, типа, я не знаю, Слава ушел, и никаких новостей, я как понимаю, да, я хуй знаю. Просто я подумал, если ты с ними периодически пересекаешься, я уже подумал, что ты... Ну, да, типа, там у этого... У Данила он сыграет с Этьелем, по-моему, из Светлана... Да, да, нашел свое место в этом мире. Аматори! Трек... Остановите поезд! Мне так нравится эта песня, у них с этого альбома. Она отличная. Мне как-то особо вокал Славы не цепляет, но вот песня эта... В свое время еще вообще так... А я, ты знаешь, я... Не знаю, как сказать. Я либо пидовка, такая запоздалая, либо... Хрен знает, ну, короче, я полюбил Аматори только с приходом Славы. Слушай, так я тоже, мне никогда не нравился там... Чёрная мелодия! Да, 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 мне всегда казалось это... Ну, не слишком тяжелым. Нет, я слушал, типа... Я слушал разную музыку, и дэт метал, и блэк метал, и брутал всякий. Вот, поэтому Аматори мне не казались слишком тяжелыми. Просто они мне как-то казались безвкусными. Это, во-первых. А во-вторых, очень сложно слушать музыкальную группу, в которой поёт человек, который не умеет петь. Это сложно. И как только в группу пришёл человек, который умеет петь, я такой, да, йоу, класс. Ну, и музыка стала так поинтересней. Короче, Аматори... Я хотел сказать, что пик популярности Аматори с этим старым вокалистом, который попом-то стал, пришёлся на моё... Ну, типа, на сколько? На лет 10, мои 12. И для меня тогда, наверное, даже казалось слишком грязной, что ли, музыкой. А вот сейчас, тем более, слышишься. А-ля... А-ля первый, там, второй альбом Брингов. Первый, скорее. Ну, в общем, скажу тебе так, это было слишком просто. В следующий раз, как бы, ты там левел апт. Что-то не пожёстче было. Если я захочу... Как бы пожёстче, я бы мог, знаешь, пошлую моли вставить, а ты бы сидел тупил. Бля, что это за хуйня, бля. Что-то на Курта Кобейна похоже, но, вроде, что-то не то. Ну, ладно, 5 из 5 ты угадал. Когда у меня был первый канал, 5 из 5 мелодий, блядь, угадывал. Вы понимаешь, почему я сделал так просто? Потому что, когда я на первом канале делал это шоу, это, блядь, его перезапуск. Я сделал выпусков 6 или 7. Короче, из них, то есть, было 14 человек. Из них только поперечный, блядь, все 5 мелодий угадал. Да, приходите в тур, йоу, Робан едет 24 города. Йоу, от Питера до Тюмени. Приходите, качайтесь под наши треки. Треки! Школьники. Синяя бандана. Ладно, спасибо. Йоу, давай, счастливо, Кость. Устали выбирать между сотнями брендов Спортпита? Не хотите переплачивать за упаковку и рекламу? Более 4 лет на рынке. Безупречная репутация. Самые лучшие анализы по данным независимой проверки. Мы не ломим цены, и мы не удешевляем состав. Генетик Клаб. Это первое российское качество, а не просто слова.